Приветствую всех на канале Скорпион ТВ. Сегодня в обзоре медаль за оборону Киева. Это единственная советская медаль из наград за оборону, освобождение и взятие городов, учрежденная по прошествии многих лет после войны. Я расскажу о награде и ее разновидностях и назову примерную стоимость на сегодняшний день. Еще в годы войны Хрущев выступал с предложением по учреждению этой медали, однако его предложение было отклонено Сталиным. Спустя годы медаль все же была учреждена, когда Хрущев стал во главе государства. Медаль учреждена 21 июня 1961 года, то есть спустя практически 20 лет после тех событий. Ею награждали все участники обороны Киева, военнослужащие Советской Армии, войск бывшего НКВД, а также все трудящиеся, принимавшие участие в обороне Киева в рядах народного ополчения, на сооружении оборонительных укреплений, работавшие на фабриках и заводах, обслуживших нужным фронтом, участники киевского подполья и партизаны, сражавшиеся с врагом под Киевом. Период обороны Киева считается июль, август и сентябрь 1941 года. Медаль за оборону Киева носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали за оборону Сталинграда. У меня, кстати, есть обзор по данной награде, кому будет интересно, ссылочку оставлю в описании под видео. Теперь коротко о характеристиках. Медаль выполнена из латуни и покрыта позолотой. Ее хорошо сейчас видно. Колодка здесь алюминиевая. Ну и традиционно описание самой колодки. На ленте вы видите красную полоску шириной 4 мм и голубую полоску 2 мм. Они также имеют свое символическое значение. Красная полоса на ленте медали представляет собой символ силы, отваги и мужества, проявленных во время обороны города. Киев был одним из ключевых городов, в котором проходили ожесточенные бои между советскими и фашистскими войсками. А голубая полоска на ленте медали ассоциируется с водой и символизирует реку Днепр, как символ сопротивления и защиты. По состоянию на 1 января 1995 года, медалью за оборону Киева награждено приблизительно 107 540 человек. Теперь о разновидностях. Учитывая то, что медаль фактически учреждена в достаточно продолжительное время после войны, она не имеет таких разновидностей, как аналогичные награды, которые были учреждены в период войны. Поэтому здесь разновидностей нет. Но очень редко встречаются медали, на реверсе которых вместо надписи «За нашу советскую родину» есть надпись «13 апреля 1945 года». Это соответствует медали за взятие Вены. Так вот, многие считают, что подобные медали с ошибкой на реверсе фактически могли бы быть изготовлены специально для фалеристов, увлекающихся редкими разновидностями, так как документального подтверждения какой-либо другой теории пока нет. Ну и теперь о стоимости. Учитывая такую сохранность награды, а вы видите, здесь фактически сама позолота без потертостей, ну и в общем-то родной сбор, здесь ничего необычного нету, алюминиевая колодка и родная лента. Так вот, учитывая то, что все-таки эту награду нельзя назвать массовой, всего лишь 107 540 награждений. На сегодняшний день стоимость в таком сохране награды будет от 45 долларов и выше, в зависимости, как говорится, от сохранности, ну и наличия документов, потому что наличие документов увеличит стоимость как минимум в полтора раза. Многие часто задают вопрос, есть ли смысл приобретать саму медаль? Ну, вот допустим, по проходам на ресурсе Виолити, на сегодняшний день отдельно сама награда продается где-то порядка 34-35 долларов, скажем так, за одну награду. Ну и, соответственно, вы можете посчитать, сколько стоит на сегодняшний день такая колодка, а ее стоимость около 2 долларов на сегодняшний день. Надеюсь, обзор был вам полезен. А если есть свое мнение относительно стоимости награды, напишите об этом в комментариях. На ком понравилось, обязательно поддержите лайком. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новый обзор. Всего доброго, до свидания.